санки он спасибо мне принесли мой клубничный мохито перемешаем все это дело приятного спасибо вот такой вот наш отельчик это мы на рецепшене сидим мандезир вот сидит мандезир рядом не переживайте всем приветики приветики все по ходу спят да людей мало очень прямом эфире все ушли потому что час ночи уже у нас тут только что прошел ну кто не знает прямой эфир мандезир разыграл подарки все которые у него были мы не спим потому что проводили розыгрыш собственно говоря елечка пусть мандезир выздоравливает спасибо вам огромное ребят очень приятно потому что вы даете обратную связь вы переживаете привет кум пора домой хватит я завидую слушай у нас тут произошло такое чп что вообще завидовать нечему если ты не видел посмотри мои сторис вот мандезир убежал из прямого эфира но он там сидит в работе переписывается скажи пожалуйста что с пальцем у мандезира это вот роковая случайность на самом деле он открывал дверь хотел выйти из номера и угол двери просто но видно именно углом он попал под ноготь и угол двери снес ему весь к черту ноготь всю ногтевую пластину палец в мясо короче там пипец а разболелся может быть это обезболивающе какой-нибудь выпить а разболелся палец ну понятно там потому что не палец а просто фарш мы в турции в отеле внизу сидим ужас пусть выздоравливает спасибо мне теперь очень интересно вообще он был выпивший но не пьяный алкоголь как сказала как сказали сотрудники госпиталя сотрудникам страховой арка алкоголь превышал количество нормы в 5 раз я не знаю какая у них была норма я не знаю как этот тест делался чей этот тест был потому что я специально выставила stories где видно что мандезир сидит абсолютно адекватный абсолютно вменяемый не какой-то там знаете на рогах абсолютно вменяемый человек мы люди не пьющие наши подписчики это знают мы приехали отдыхать турцию и это логично что мы что мы привет на туаленция моя и это логично что мы может можем выпить в этом ничего такого нет я думаю что на это и рассчитано что это именно мошенники что это такая мошенническая схема которая отработана у них уже и выверена видно годами масочный режим есть но мы здесь сидим вдвоем нам зачем зачем нам в маске сидеть тем более я с вами в прямом эфире общаюсь вот я думаю что они таким попроси малыш ты хотел i'm sorry my friend я думаю что таким образом они просто людей разводят на бабки потому что мандиру предлагали зашить рану за 800 минуточку евро 800 евро у человека с собой было 60 тысяч рублей это тоже не маленькая сумма но к сожалению мы даже не обработали рану он стал это все снимать на видео снимать медперсонал снимать как у него течет просто да наташа страховки прописано про алкоголь нас турфирма не предупредила я должна сразу сказать ладно наше упущение мы не прочитали но здесь же человеческое отношение понимаешь мы же все люди и в беде может оказаться абсолютно каждый то есть получается у нас так если ты немножко выпивший даже если ты немножко выпивший тебе сотрудники госпиталя не могут оказать медицинскую помощь это что за врачи тогда ну тогда они не могут носить такое великое звание у нас врачи в пандемию при коронавирусе херачат забивая на себя забивая на свое здоровье просто не знаю сутками не спят помогают людям не боясь заразиться а здесь им было сложно обработать человеку рану но это позор это просто позор хорошо что мы завтра улетаем потому что в любом случае нужно нужно что-то делать потому что рана открытая и так нельзя ходить марго которая была в прямом эфире у монтезира неугомонная женщина пытается и здесь мне писать тебе выгнать тебя выгнали с дома 2 тебя уволили нет уважаемая меня не выгнали меня не уволили я вынуждена тебя огорчить площадку дома 2 закрывают поэтому рви на жопе волосы или выдирая их пинцетом а смешно как он будет в обуви ходить я не знаю я даже боюсь об этом думает когда он не сможет там нереально мне в этом году удалили часть ногтевой пластины и я не могла ходить в обуви потому что это адская была боль а у него просто нет ногтя до мяса там вот мясо до дом 2 правда закрывают но не дом 2 а сейшелы и сссал как будет дальше непонятно отдых к сожалению испорчен вы так его долго ждали да видно что мы не смогли посетить никакую экскурсию что мы не смогли поехать в город потому что мы хотели мы хотели как раз позагорать и потом поехать посмотреть достопримечательности ну что ж поделать домой не хочется честно отель офигенный здесь очень хорошо но домой хочется потому что нужно обязательно решить проблему с пальцем так нельзя оставлять и это не дело ужас юля скорейшего выздоровлением анализиру спасибо большое я надеюсь что все будет хорошо по я не надеюсь я знаю что будет все хорошо с пальцем эншми пишет в январе полетели на мальдивы моя подружка пишет который как раз таки все мои конкурсы организовывать полетели гриппе январе на мальдивы а уже пакую чемоданы заранее юль что случилось мандализиром он вчера плакал ну почему ты вчера плакал говорит не плакал говорит был блеск было жарко главное чтобы инфекция не попала но вот в этом то и суть да главное чтобы заражение не началось это кофточка или платье юль с пальцем нужно что то делать однозначно это платье вот оно такое вот не боитесь после высказывания остаться в турции турки не люди нет я так не считаю я с вами не согласна нет плохой нации есть плохие люди и как раз таки один из представителей этой нации да он турок охранник в отеле он бесплатно мандализировозил по другим госпиталям потом как ему отказали в первом хотя мы относились именно к этому госпиталю вот поэтому я вообще не боюсь потому что я за справедливость и если справедливость в нашем мире наказуема она наказуема ну то это никчемный мир я все равно буду говорить всегда правду буду говорить то как она есть нравится это кому-то не нравится мне вообще плевать и просили они в этом медучреждении мандизира удалить видео потому что они понимали что правда не на их стороне вы же понимаете когда человеку нечего скрывать да ну ради бога снимай вот я хожу по отелю снимаю мне тут никто не запрещает потому что все у них четко а там не четко а там махинации и я не зря сказала я действительно считаю сегодня кстати согласие страховая компания вышла с нами на связь после того как я их отметила и сказала что будет вестись разбирательство я посмотрю как будет вестись это разбирательство потому что сейчас на данный момент я считаю что это мошенническая схема что они работают на откатах потому что тебя везут именно в этот госпиталь них какой-то другой то есть тебя обязуют грубо говоря страховать свою жизнь это обязательная программа они же какой-то процент однозначно получают страховые фирмы вот если ты хочешь чтобы твоя страховка активирована была ты платишь еще 30 евро если у тебя случается страховой случай везут тебя в конкретный госпиталь с конкретно с завышенными ценами это нам сказал местный житель вот это не мои додумки и придумки аккуратно там юль спасибо большое вот где цены космические 800 евро чтобы зашить рану но давайте смотреть правде в глаза это это очень дорого вот поэтому если ты если они находят алкогольное опьянение они в любом случае его находят ну ну вот так уж к сожалению сложилось тебя предлагают платить я уверена что те деньги которые ты платишь потом это медучреждение делится страховой компанией дай бог чтобы я ошибалась но пока все сводится именно к этому это очень дорого ну вот и мы так считаем что это очень дорого а если бы с человеком случилось что-то серьезней что тогда делать как тогда быть бренд платье это малина фэшн ты не ошибаюсь это действительно так юль я в шоке печально что такое произошло да потому что я всегда говорю что две профессии в этом мире к кому мы с вами обращаемся за помощью это полиция и это медицинские работники и если уж они нас не могут защитить тогда вообще о чем можно говорить вы красивая спасибо вам большое очень приятно я уже не первый раз слышу про похожие ситуации нужно же быть готовыми к таким ситуациям а что значит быть готовыми ну то есть это как взять с собой швейный набор чтобы если ты что-то себе распоришь прям нитками для шитья иголкой зашить или ну как это быть готовыми я не понимаю вашего высказывания да мы в Аланье шкаф не нужен нужен вот нахрена на вас подписываться если не читаешь ну слушайте отпишитесь что я вам могу сказать врача взять да причем такого врача универсала который будет травматолог хирург уролог гинеколог ну в общем который будет совмещать в себе абсолютно все профессии врача Германия привет мы кстати познакомились с очень классными ребятами из Германии они мне даже подарили бутылку виски ну они русские просто живут в Германии ага очень красиво ребенок у вас будет да мы в Седе как у вас погода у нас хорошая красивая подвеска спасибо большое мандезир в больнице нет мандезир сидит рядом мы к пунзарям не едем мы с пунзарями не знакомы мы не знаем этих людей мы едем за свой счет не по бартеру в отель который мы выбрали причем тут пунзаре нет я турецкий не знаю откуда же мне его знать пусть выздоравливает спасибо большое отель нам очень понравился действительно это не натянутая пятерка это вот твердая уверенная пятерка и всегда накрашенная ну нет конечно что же я сумасшедшая по-вашему и на пляж хожу на крашеные крашусь по крайней мере в турции только вечером когда иду на ужин утром днем в обед зачем краситься если я хожу загорать на пляж вот вот говорят чтобы ты пил нурофен или еще что-то от боли там есть есть противовоспалительный компонент салпадеин у нас тоже есть там тоже есть противовоспалительный ну да ну он такой понимаете у мужик вот мужик мужик будет терпеть до последнего это я я не могу терпеть я сразу глотаю таблетки он будет терпеть юля не всегда накрашена ну кто меня знает кто за мной следит да я как бы я не комплексую я хорошо выгляжу и когда без косметики ты же не пугаешься кот по утрам когда со мной просыпаешься ты не пугаешься меня да но чуть-чуть передергиваешься да чур меня чур а так не пугается сто процентов салпадеин я врач долетите в больницу да мы сразу в больницу мы прилетаем ночью ночью я не знаю конечно потому что пандемия наверное это будет сложно но утром мы сто процентов поедем в больницу какая высокомерная я вообще такая высокомерная просто не то слово чё носик о точно не месил же еще хорошая наташка моя пишет обезболивающие противовоспалительные не месил у меня есть точно нет температур слава богу мандезира нет не каждый мужик терпит мой как ребенок себя ведет чтобы его пожалели не ну мандезиру меня в этом плане не такой конечно я вот рассказывала в его прямом эфире что я ну мы же кальян много курим все знают и в нам сказали где он я горблин кальян жалко не покурили он говорит ну пойдем взять у него палец там разворочен вообще на хрена он мне говорит ну пойдем кальян покурим а тут до кальяна ну-ка прилично немало эти вот такой человек мало что то вас прямом эфире все баиньки ушли боже как же я тебя люблю боже вы меня смущаетесь когда вы мне такое пишите мне очень приятно потому что я вас тоже люблю конечно ресницы наклеены губы накачены брови накрашены нафиг краситься девушка ну если у вас нет возможности наклеить себе ресницы накачать себе губы накрасить себе брови но это же не моя проблема я что что в 21 веке когда все давным-давно придумано и сделано для того чтобы женщине было комфортно для того чтобы женщина радовалась своему отражению в зеркале и когда у девушки есть возможность грех этим не пользоваться а вот себя таки у меня даже был случай один когда мне девушка писала фу губы накачены это ужасно силиконовая кукла а потом я в личку написала а если бы у вас была возможность бы сделать себе губы вы бы не сделали на что получаю ответ наверное сделала и куры если я вам оплачу и вы сделаете губы когда если вы оплатите сделаю ну вот собственно говоря большинство таких женщин и сидят в прямых эфирах которые пишут что накаченные губы вставные зубы или что-то в этом роде когда хочется но нет возможности вот они и засирают тех у кого-то возможность есть я бы не сделала но вы большая молодец а я бы сделала а меня вот допустим ну не то что раздражает но мне не нравится когда ходят девочки и у них не губы а ниточки но я к человеку не подойду и не скажу фу как ты с такими уродскими губами живешь потому что это ее дело а это мое дело мне так интересно когда в прямом эфире пишут отпишусь но отпишусь зачем нам это знать нет они просто считают что мы без этой информации с вами не сможем жить они не в комментариях пишут все фу я от тебя отпишусь я захожу в профиль они не отписаны но я беру их и блокирую думаю ну зачем человек травмировать он так хотел отписаться так хотел так хотел что же забыл помогу я ему в этом 5 баллов у меня все накачанное мне пофиг вот мне настолько пофиг я считаю что я офигенский офигенная и кто с этим не согласен мне вообще плевать с высокой колокольни на их мнение потому что я смотрю на себя в зеркало я смотрю на себя 10 лет назад и мне много чего в себе не нравится я смотрю на себя сейчас и и думал блин какая я крутая и мне вообще плевать кто там и что думает что у меня накачано что у меня перекачано вообще неинтересно мнение эта курица завидует как мандизир обратно понесет чемоданы и в автобус залезет но у нас будет завтра отдельный трансфер нам помогут загрузить эти чемоданы в микроавтобус вот там мы приедем там будет тележка как-нибудь погрузим я думаю кто нибудь поможет ну хотя я знаю своего мандизира он все сам загрузит даже если у него будут руки переломаны но это такой человек просто 10 лет назад была натуральна сейчас все искусственно вы не поверите а 33 года назад я была вообще натуральне натурального когда из мамы только вылезла я вообще была знать какая натуральная просто чё пишите вы вообще понимаете что вы пишете ужас мне тоже не нравится накачанной губы но мне ты нравишься как человек и по хер на зубы губы ты мне как человек нравится и все но я тоже считаю что это очень примитивно человека оценивать и расценивать по внешности и судить по внешности ну как бы это на мой взгляд скудость ума просто чё ты не пьешь свой энергетик тут короче энергетик амандизирова пьет но это такое это лимонад в бутылках ну турецкий да какой-то энергетик чуть ли не в литровых бутылках присядь я такого в россии не видела но вот он говорит мне ты радбул говоришь да или так ты радбул говоришь или как ты говоришь вот он блин а вот вот охранник которая которым мы говорили спасибо вам большое спасибо вот а вы говорите людей нет вот я просто покажу вот этот вот охранник который мандизира везде возил вы понимаете вот ребят ой как мы рады вас можно я вас обниму спасибо спасибо ну кот отойди да тогда вот вы понимаете ну блин у меня просто нет слов вот вот это человек и неважно кто он по нации турок или русский ты просто либо как я всегда говорю либо дерьмо либо человек вот он бесплатно возил мандизира везде у меня когда эти твари отказали помогать когда они даже такси не могли ему вызвать и он доехал на такси сам именно этот мужчина его потом бесплатно возил по другим госпиталям просто потому что у него не черствое сердце потому что он не оказался равнодушным да я растрогалась простите меня я тупой человек просто я желаю его семье ему здоровья и всем таким людям которым не наплевать на чужое горе на чужую беду таких людей уже очень мало осталось но они есть и благодаря таким людям мы с вами еще ужасно не могу меня такое просто трогает очень и правда страшно человеческое равнодушие она нас с вами погубит ребят если мы будем друг другу помогать по мере возможности вот только тогда как то в этом мире будет царить доброта а по другому никак сейчас я успокоюсь Юль ты такая чистая душа на самом деле именно ранимые чистые люди потом начинают ругаться матом грубо отвечать потому что их часто используют да это факт к нам даже тут ну не могу ну просто он молодец ты что не расставь все хорошо я просто радую что такие люди есть они понимают по-русски мне кажется что самое интересное ну просто классный мужик ну и как бы завтра не будет завтра чуть-чуть понимает плохо ну он нам говорит вот и ко мне многие люди даже не подходят нас узнают мы боялись к тебе подойти а ты такая классная ну просто это не то что даже большой образ но это навязанный какой-то образ который был на доме 2 тогда там именно Юля ты все время игноришь мои смс девочки я не игнорию ну реально выглядит лицемерно когда ты типа хуесосишь девочек с тонкими от природы губами а сама восхваляешь людей добрых а где вы видели что я хуесосю как вы говорите я скажу мне это не нравится вам не нравятся большие губы мне не нравятся маленькие губы ребят я не пытаюсь для вас быть хорошей или плохой я такая какая я есть я захочу пошлю нахуй прямо сейчас могу и вас послать мне пофиг я могу плакать от поступков и от добрых дел которые меня трогают в этом мире понимаете я ты что солнышко я многогранный человек и на добро я реагирую вот так а на зло я реагирую на вашем языке тут все очень просто как я могу допустим ты сделал все что надо было да 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 как ты его сразу узнал да я так переживала что мандезер его не узнает ну мало ли это ночь была ну допустим я особо не отличаю персонал тут и говорю вдруг ты его не узнаешь мы сегодня весь день ходили его искали мандезер говорит ты чего как я его не узнаю ой тогда не говори что ты такая вся добрая ты просто очень лицемерно играешь ребят бог вам судья я никогда не говорила что я такая вся добрая я ни хера не добрая вы можете меня считать вообще самым злым человеком на планете земля это ваше дело это ваше право мне не крестить с вами людей я за себя знаю какая я мои близкие знают какая я она лучшее и мне но самое самое лучшее это самое доброе самое отзычивое и мне этого достаточно понимаете вот и все моя публика люди которые давно со мной я не знаю какой человек а вот такие вот как вы залетные я обычно таких называю мне вообще на вас срать вот даже не плевать а срать видите вот я только что плакала потому что меня растрогала а вы меня своей тупостью взбесили и я говорю что мне на вас срать Юля очень важно быть такой какая ты есть и это правильно это ваша жизнь и делайте конечно как хотите это ваше право и вы не должны оправдываться ни перед кем я тоже так считаю последнее дело метать бисер перед свиньями ты никому ничего никогда не докажешь и никогда не надо никому ничего доказывать живи так как тебе хочется я вижу мандезира в окне как он хромает и чувствую боль его на себе ой на туленца да ему конечно очень больно но он мужчина он держится она такой же человек она может быть и злой и доброй как нет такая она а люди к сожалению не понимают этого люди думают что если ты более менее популярный человек медийный они могут зайти в твой прямой эфир или зайти под твой пост и написать тебе кучу гадостей ну типа ну плевать вот я захотел оскорбить и оскорбил а когда ты на их языке отвечаешь им тем же им это не нравится так вот вопрос если вы не хотите чтобы оскорбляли вас может быть не начинать первым а людям лишь бы доебаться это правда я тоже всегда говорю люди если захотят доебутся до столба просто есть вот такие вот к сожалению ты общаешься с миленой да общаюсь уже стархит написал что мандезир был пьян господи стархит я не знаю писал он не писал что он там писал это вообще желтушная пресса которая никогда в жизни не даю никаких комментариев они только и могут писать какую-то желтуху только за счет этого стархит живет и существует вообще это конечно судебное дело потому что у них нет никаких фактов они что ему тест на алкоголь делали чтобы такое описать но они кормятся с этого понимаете если они будут не можно и по этому поводу заморочиться и подавать на них в суд и выиграть суд потому что это клевета ну то есть вы несете в массы непроверенную информацию давай я посвящу тебе песню можно на гитаре интересненько а если честно сейчас тоже переживаю и даже слезы пошли потому что мало людей стало добрых вот с этого нужно начинать не нужно мериться письками ты хороший ты плохой я хороший он плохой я добрый он злой нет нужно просто быть чуточку добрее к каждому помогать друг другу даже есть по мере возможности я там не говорю ко мне очень много в директ пишут там у ребенка проблемы там сбор там сбор там сбор я редко когда выкладываю сборы потому что потому что очень много мошенников к сожалению работает и зарабатывает себе таким образом на жизнь но всегда когда информация проверенная когда она стопроцентная я всегда и сама помогаю и всегда такие сборы выкладываю но только проверенную информацию потому что я не хочу вас в заблуждение вводить и не хочу набивать вашими финансами потому что у меня много добрых людей среди моих подписчиков не хочу набивать карманы мошенников вот поэтому когда информация проверена тогда конечно да ресницы у меня нарушены мы отдыхаем сколько мы уже отдыхаем ну мы около недели вот завтра будет около недели читаю коменты здесь половина идиотов в этом мире вообще идиотов очень много но если бы их было бы меньше нам бы нормальным людям а я себя все-таки приравниваю к числу нормальных людей было бы скучно жить спокойной ночи вы самые лучшие обожаю вас спасибо большое вам спокойной ночи а мы уже завтра улетаем домой уже все на отдыхались как говорится сколько заплатили за отель и за трансфер за отель мы заплатили сто четырнадцать тысяч за шесть ночей правильно говорю я всегда путаюсь вот эти ночи дни за шесть ночей мы тут шесть ночей за шесть ночей мы заплатили сто четырнадцать тысяч трансфер нам сделали бесплатно в подарок турфирма аннекс ту хорошего полета ну вот завтра нам вон предстоит спасибо большое натуль кстати ты в москве а то у меня уже маникюр видишь отрос мне уже нужно будет прийти в порядок привести ноготочки представляете вот он пришел и принес бинты ну вот к слову о птичках он ушел охранника вернулся принес мандезиру бинты спасибо человечище настоящий ну и не могу сказать если честно что турфирма нам как-то помогла бы вчера я звонила и конечно они попали у меня под раздачу потому что я орала как не в себе была вот вот они связывались с этими господи скажите мне из головы вылетела так я двадцать наташ напиши мне в директ когда ты будешь не в директ на ватсап напиши мне пожалуйста турфирма связывалась со страховой вот ну ничего не особо да они решили что случилось я уже рассказывала мандезир открыл дверь и угол двери просто видно неудачно так открыл просто снес ему весь ноготь на большом пальце ноготь просто отлетел с мясом и там теперь ну распотрошила просто ему весь ноготь дай пожалуй видишь как мы общались через переводчик общается видите мандезир что-то говорит а дай мне пожалуйста телефон я фотографию покажу просто ногтям я вам сейчас могу показать фотографию мандезира пальца просто вот так с телефона если вы конечно не слабонервные вы мне напишите если не хотите я не буду показывать да вот если хотите я покажу ну это не каждому когда такую фотографию да он открыл дверь на себя он хотел выйти из номера в холл ну блин он открыл резко но это вот понимаете ну случайность я не знаю по-другому это не назвать потому что именно угол залез ему под ноготь вот ребят только потом не говори что зачем ты показывала вот что сейчас с его ногтем с его пальцем вот показываю вот такое вот ну отрастает долго будет ну видите там же и этого и мяса нет ну картина пипец ну мне там просто месиво из пальца вот так да это ну вот еще раз просит показать вот офигеть да это немало удар двери был видимо сильно размахнулся нет ребят он не сильно раз блин я в эфире нет у меня написано что я свернула эфир ребят вы в эфире я точнее в эфире я сидела в этот момент на полу собирала там свои вещи кое-какие ну то есть я рядом сидела с этой дверью если бы он сильно размахнулся он бы меня просто бы снес этой дверью он просто ее открыл чтобы выйти и он даже не понял изначально и я не поняла ну то есть видно так ну видно такая шоковая боль была что он не понял когда вниз посмотрела у него просто ноготь как сказать правильно ну в другую сторону короче вывернулся полностью в другую сторону и там кровь Юля ну так снести это явно не слегка дотронуть ребят ну вы можете думать все что угодно и я вас не буду переубеждать какой смысл я говорю как было а там это ваше дело верить или не верить люди бывают спотыкаются на ровном месте падают разбивают голову и умирают это вот случай понимаете возможно случай один на миллион как у меня было на сейшелах когда все ели одну и ту же еду съемочная группа эти какого там участники а я слегла с жуткой дизентерией и просто чуть не умерла и ты меня затмон я говорю давай в охране я тебе ногу перевяжу этот писец я честно скажу я не могу смотреть он когда вернулся из первого госпиталя у нас вся ванна была в крови и я даже не смогла это убрать потому что мне страшно у меня прям у меня не чувство брезгливости нет у меня именно чувство страха вот эта вот кровь я этот палец я просто уже с этим много кому отправляла я вначале просто отправляла так даже не смотрела сейчас я уже его миллион раз видела я уже ну привыкла к этой картине но я в жизни не смогу сейчас открыть ему сделать перевязку я просто в оморок упаду Юль да не то что не верим просто судя по пальцу это сильно попала дверь сильно попала дверь но вы же понимаете если тут был бы дебош какой-то или он бы орал ну это же отель они бы слышали и персонал бы слышал это не то что адское поле это пиздец ребят я упала и руку сломала просто споткнулась ну это вот вот бывает же вот как необъяснимо знаете но факт ты не можешь в это поверить может быть если бы мне рассказали со стороны вот про этот случай показали эту картину я бы сказала в смысле просто открывал дверь такого нельзя представить такое невозможно но к сожалению возможно я так и не понял трезвые были мандезир был выпивший но он был не пьяный вы можете посмотреть у меня вы можете посмотреть у меня в сторис где мандезир находясь в госпитале снимает себя на видео но он выпил пару коктейлей мохито ну что такое для мужчины коктейли мохито ну это смешно мы отдыхаем господи дельфин бигрант вы не читали условия страховки вам их выдали хоть страховки мы не читали условия честно на что у меня мандезир дотошный нам дали кипу документов он читал все что можно я говорю госпиталь что ты там читаешь везде все одно и то же но тут дело не в страховке тут дело в человечности понимаете обработать палец ну ё-моё для медперсонала не составляет никакого труда у нас в Москве бомжей забирают бомжей забирают их чистят, моют, купают, обрабатывают а тут и даже если бы он был бы пьяный в говно в усмерть я считаю что если ты медработник ты обязан оказать человеку первую помощь зачем ты пришел в эту профессию твое призвание помогать людям моя мама медработник она и уколы бесплатно ставила если там кому-то нужно было и свечки в попу простите пойдет поставит если попросят потому что это ее призвание это порыв ее души конечно мы охранника отблагодарили вы что мы его искали сегодня весь день он просто в ночную дежурит вот мы пришли утром я даже стори снимала мы пришли утром мы его искали пытались объяснить а он у них по-моему босс потому что Мандезир объяснял что типа ну босс босс который вот позавчера дежурил а некоторые на рецепшене жену не все знают потому что много персонала очень в отеле знают что случилось с Мандезиром и они сказали типа что он сейчас спит приходите после 12 и вот Мандезир как только его увидел говорит вот он идет конечно отблагодарили а как такого человека не отблагодарить вы что ребят Мандезир просто сразу его не отблагодарил потому что у него были только рубли наличкой а не лиры а лиры в номере были и вот мы сегодня искали и нашли его мы отдыхаем в Анталии ну погода уже такая я вам хочу сказать не всегда солнечно как бы таким же сильным человеком как ты дай себе да ребят я не сильная я девочка я переживаю и плачу часто просто не всегда вам транслирую в эфире и очень много загонов разных у меня сильный характер но вот во мне живет два человека две сущности я могу быть очень сильная просто такой непробиваемый кремень а могу быть плачу как вот сегодня я расплакалась в прямом эфире просто потому что меня это трогает есть какие-то вещи которые меня очень трогают и я просто распускаю нюни как девочка я овен море ну учесть что я мерзлячка я могу сказать что да море теплое я прям не плаваю плакаю ну так я захожу окунаюсь и выхожу но если я окунаюсь то море теплое поверьте мне Юль помню какая ты была когда пришла на дом 2 шикарная актриса блин пропустила шикарная актриса с тебя вышла бы спасибо вам большое мне очень приятно ну не зовут не зовут сниматься в кино такой талант пропадает я тоже овен значит вы тоже очень упёртая как и я ты пример для многих нет пупсики мои вы что такое говорите какой же я пример мне приятно что у нас есть вы огромное количество людей поддержала огромное были конечно и такие которые писали как вам не стыдно вы в чужой стране устроили дебош мы устроили дебош но это на голову не натянуть мудраков везде хватает интересно за вами наблюдать мандизир выздоровления скорейшего надо ложиться отдыхать пол третьего уже да мы сейчас тоже пойдем вот будем будем ложиться спать вот потому что завтра нам нужно вставать паковать чемоданы мандизир вот так сидит общается с этим охранником Юлю Малява прочитай пожалуйста сегодня день рождения это замечательно я поздравляю вас я поздравляю вашего сыночка желаю что впереди были только светлые счастливые дни которые наполнены были позитивом радостью счастьем вот чтобы сыноля ваш никогда не болел чтобы приносил вам только радость и соответственно чтобы вы были самой счастливой мамочкой самого лучшего сыночка Юль, детей не собираетесь заводить? хорошо я все говорю это же не собачка эту собачку можно о кстати представляете так прикольно мы встретили здесь людей из Краснодарского края я забыла откуда они именно которые покупали себе собачку у нашей заводчицы Ирины она говорит я увидела как вы поехали за Амелей тоже хотела очень собаку зашла на страницу этого питомника выбрала себе щенка и тоже купила вот так вот это же не собачку завести тут нужно чтобы боженька дал ребенка тут нужно быть готовыми к этому тут много всяких но я угораюсь в комментариях 20 минут встраиваю потом пишу что ты кумир вообще не обращайте внимание ребят про ужас про собачку по факту вообще да и по сути собачка это тоже ответственность не меньше детей это огромная ответственность это огромные финансы переживания хорошо если бы мама бы не жила в Москве и нам не с кем было бы оставить Амелей я бы ее никому не доверила потому что она очень маленькая потому что за ней нужно следить чтобы она никуда не забралась потому что она у нас уже один раз падала дошло это все до реанимации я больше просто такое не вынесу вот поэтому я очень гипер ответственный человек я безумно переживаю за своих собак а это собаки а что будет когда у нас будет ребенок я вообще не представляю я очень замороченный нет мы летаем не бизнес-классом мы приземленные люди мы столько не зарабатываем чтобы летать бизнес-классом мы летаем экономом я вообще не парюсь если честно я лучше эти деньги потрачу на что-нибудь другое чем полечу просто в комфортном каком-то там кресле для меня это глупость ну если бы я может быть зарабатывала бы не знаю миллиарды может быть я бы летала бизнесом ну нет Юль расскажи сколько лет прошло после увеличения груди как тебе форма довольна? слушайте слушайте может быть лет пять прошло у меня врач был Труханов он оперировал Янку Шофееву я ей написала говорит тебе очень повезло с врачом она у него оперировалась за рекламу по бартеру я оперировалась за деньги форма безумно довольна операцией вообще просто нереально как довольна вот действительно он молодой но он очень хороший врач и девочки если вы это не реклама никакая потому что говорю еще раз я делаю у него операцию за свои кромные деньги точнее не за свои кромные это мне мама подарила операцию вот если вы хотите сделать грудь я прям этого врача советую смело вот прям на сто процентов будете в действительном восторге плакать нужно это полезно для психики глупцы если честно я часто плачу ну просто я не снимаю это как другие блогеры постоянно что-то мне взброснулось ну я вообще не люблю показывать свои слезы и плакать чтобы кто-то видел ну иногда бывают какие-то такие моменты которые вот сейчас допустим я сентиментальный очень человек так давайте обожаю тебя а я вас ну что ход надо спать идти или вы там че еще да надо уже принес меня да я уже показала спасибо елечка вы трансфер вы тоже за рекламу получили я за рекламу ничего не получила и никого не рекламирую я отель мы покупали за свои деньги перелеты покупались за свои деньги перевес багажа мы оплачивали за свои деньги просто тур-фирме нас узнали и и просто сделали подарок не address я даже аннекс тур нигде не отмечала мы летели аннекс тур да это наш тур оператор но ну это просто они нам сделали подарок за трансфер мы ничего не платили, ни туда, ни обратно, я даже не знаю, сколько он стоил, если честно, когда мы покупали путевки, мы это не обговаривали, потому что я бы и на автобусе доехала, мне вообще не в лом, вот, но потом связался то ли начальник отдела, я не знаю, кто он, и сказал, что вот они посовещались и решили сделать нам такой подарок, все. Чем умываюсь? Когда мы в следующий раз приедем, мы у нас своего показа берем. Thank you! Thank you very much! Ой, вообще, я просто, конечно, чудо-человек. Уже друг, да! Жена есть? Жена? Я говорю, но... Но? Но! I don't know. Надо, надо! I don't know, in turn, no, плохо! Нет жены, представьте, такого хорошего человека нет жены. Значит, будет самая лучшая. Beautiful girl. Ты не Moscow. Она в Москве говорит. Moscow beautiful girl. Говорит в Москве красивая женщина. Кто б спорил. Я не очень шарю в этом чате, но желаю тебе не плакать. Девочки мои хорошие, мальчики, неважно вообще. Я тоже желаю вам никогда не плакать, если плакать только от счастья. Но иногда случаются такие моменты, когда, к сожалению, эмоции берут вверх. Плохие или хорошие, они выходят со слезами. Мы с вами живые люди, мы с вами не роботы. Поэтому, ну, так бывает. Все, я с вами прощаюсь. Может быть, завтра выйду в прямой эфир, не знаю. Все, всех целую. Всем пока, спасибо за добрые слова, спасибо за поддержку. Монезирую нашему скорейшего выздоровления. Все, завтра, думаю, выйду в прямой эфир. Продолжение следует...